здравствуйте с вами вероника поливкина в последние дни часто можно видеть у блогеров и довольно популярных рекомендации высаживать рассаду в теплицу но мол что она на подоконнике томится в теплице точно не замерзнет вот я в корне не согласна да в теплице тепло и даже жарко днем когда светит солнце но ночи то какие холодные и апрель да и начало мая очень нестабильны тепло чередуется с холодом вот сегодня 20 апреля под москвой градусник показывает в 7 20 утра температуру меньше двух градусов в теплице значит где-то 6 а ночью было еще прохладнее рассада которая находилась в стабильно теплом помещении и разогнала свой рост вдруг попадает в такие условия когда перепады дневной и ночной температуры составляют чуть ли не 30 градусов а это не сильное взрослое растение а рассада как вы думаете хорошо ли это но нет конечно стресс а теперь представьте что несколько дней погода не солнечная значит теплица не прогревается что происходит почвенные микроорганизмы которые активно начинают работать с 15 градусов опять впадают в спячку а именно с их помощью корни получают питание значит мы имеем растения холодные да еще и голодные в развитии не просто остановка но и в целом ослабление саженцев зачем мы так торопимся понятно рассада перерастает но сами же виноваты что так рано посадили высаживать на место нужно примерно в десятых числах мая при стабильной погоде конечно а рассада уже готова зацветает перерастает поэтому не терпится ее скорее определить на место я и сама так раньше делала с другой стороны ну раз уж так получилось и рассада набирает бутоны перерастает то она и на окне будет слабеть питание то уже не хватает корень занял весь объем горшка давным-давно выход один перевалить горшок большего объема опытные огородники блогеры уже не раз показывали как рассада отлично развивается в 3-5 литровых емкости но это конечно не для всех реально но хотя бы в двухлитровой емкости с питательной землей нужно растение перевалить а может проще побольше подкармливать конечно нам проще но вот только до перекорма один шаг про перекорм я уже рассказывала ссылочка будет в конце ролика для тех кто не видел что такое перекорм это отравление питательными веществами так что или сажаем на рассаду позднее или обеспечиваем хорошим светом и большим объемом питания вот для сравнения перец пересажены неделю назад и не пересажены а томаты у меня вообще маленькие так как сажала очень поздно мне переростки не нужны вам наверное кажется что перец то свой я все же рано посадила раз он уже во всем бутоны набирает нет я уже рассказывал о том что тестируем лампу нового поколения лампа очень мощная но вот хорошо ли это развитие растения ускорилась ощутимо между узле короткие стебли толстые а вот что будет дальше пока не знаю в комментариях мне писали о старении рассады то есть это явление когда рассада взрослеет быстро может так получиться что это тоже не очень хорошо повлияет на в конечном счете на урожай обязательно буду вас держать в курсе а пока пересаживаем в емкости побольше и ждем настоящего тепла а если у вас уже появились бутоны то не забудьте выщипнуть центральный королевский как его еще называют бутон это простое но очень важное мероприятие если пересадить большие емкости вам не удается то увы придется выщипнуть и другие бутоны растение никак не может выкормить плоды в неволе и еще при этом хорошо развиваться иначе вы получите всего несколько плодиков но в перспективе хорошего урожая уже не собрать и так а вывод простой соблюдаем старинную мудрость всему свое время но есть еще и такая поспешишь людей насмешишь мы любим свою рассаду конечно же заботимся они как только можем нам для деточек ничего не жалко и вдруг мы видим что наша рассада начинает чахнуть или еще хуже заболевают какими-то болезнями вот прислала мне в подписчица фотографию что это вдруг макушечки перестали развиваться и листики закрутились а это перекорм хотите покажу как это получилось вот нормальный томат он не нуждается в подкормках так как всем уже обеспечен а я ну предположим решила что если подкормлю то будет он еще лучше развожу отличное удобрение и даже в той же пропорции что указано на этикетке и поливаю и вот неведомая болезнь поразила и мою рассаду а так как подкармливаем мы рассаду не выборочно а всю и сразу то и так называемая болезнь поражает все растения хозяин рассады в панике это вирус наверное и давай обработку от всех мыслимых и немыслимых болезней по листу и по корню растениям ничего не остается как погибнуть излишки питания более опасны чем их отсутствие невостребованный элемент питания превращается в яд и уничтожает растение а мы что делаем берем готовый магазинный грунт для рассады в которой уже заложена вся таблица менделеева и дополнительно еще подкармливаем теперь смотрите на состав грунта но не дураки же его делали все тщательно подбирали под данную культуру до у хорошего производителя все давным-давно автоматизировано и дозировка и перемешивание и фасовка так что добавлять готовый грунт ничего не нужно что же делать если такая проблема нарисовалась на вашем подоконнике срочно промыть корень это можно сделать двумя способами если есть кран с душевичком промываем слегка теплой водой несколько раз чтобы вода выходила через нижние дырочки второй вариант поставить горшок с растением в емкость с водой большого объема на некоторое время пополоскать и дать ей стечь повторить с чистой водой еще разок если ситуация более серьезная то придется менять грунт так как же определить какие растения нужно подкармливать а какие нет если они явно тощие и бледные то можно подкормить но в половинной дозе от указанной на упаковке а как узнать избыток удобрений по какому-либо отдельному элементу например у любителей натуральных органических удобрений рассада может перебрать азот растут такие растения с космической скоростью наращивая сверх мощную зеленую массу листья немного заворачивается при переизбытке фосфора листья покрываются пятнами вянут и опадают избыток других элементов также меняет внешность рассады вот честно хотела показать хотя бы фотографии из интерната но там такая каша одну и ту же фотографию показывает и как переизбыток и также как недостаток какого-либо элемента так что придется без фотографий ну давайте подойдем проще если видим на своей рассаде вот такое такое или такое то это не болезнь а перекорм а еще перекормленные растения дают плоды которые могут нанести вред вашему здоровью так что и в грядках удобряем без фанатизма хороших вам урожаев всего доброго с вами была вероника поливкина до новых встреч урожаев